Доброе утро, уважаемые руководители, коллеги, представители Советского Массоинформации. Наш деловой понедельник начнем с кадровых изменений, представления новых руководителей. Управление по организации деятельности административных комиссий доверенно возглавит Бектагирову Найлу Раисовичу. Присаживайтесь, пожалуйста. Прежний руководитель у нас работает, перешел заместителем главы авиастроительного Нина Савинского района. Найл Раисович работал в управлении с 2017 года, начинал юрисконтритом, затем возглавил группу информационно-методического обеспечения управления. И с 2020 года на протяжении последних двух лет был заместителем. Глубоко погружен в работу, отлично ее знает, поэтому есть опыт, и в прокуратуре работал. Так что пожелаем успешной результативной работы. Смирнова Ирина Петровна возглавит управление социальной политики. Присаживайтесь, пожалуйста. Эта новая структура создается на базе отдела по обеспечению взаимодействия подразделений социальной сферы. Аппарат из полкома. Над ее созданием мы задумались, видели, что помимо традиционных комитетов управления социального блока, остро не хватает структуры, которая бы определяла стратегические направления социальной сферы, курировала деятельность, которую ведут отделы администрации районов. Одной из задач управления будет тесное взаимодействие с общественными, ветеранскими организациями. Кроме того, жизнь там все время испытывает новыми вызовами, как то всеми мобилизованных. И там предстоит большая работа. Также кураторство проекта «Добрая Казань». Ирина Петровна мы давно знаем, человек опытный, у нее огромный багаж работы. Порядка 8 лет работала администрация Новосавиновского района. И последние 10 лет, 11 лет возглавляла отдел по опеке и попечительству в администрации Советского района. Какой-то период возглавлял и пенсионный фонд. Это работа, которая сопряжена с постоянным выходом семьи. Причем, если говорим опека и попечительство, это, как правило, неблагополучные семьи. И работа эта ведется годами, требующая не только любовь к тем, кого курируешь, но и стальных нервов и огромного сердца. Мы видели, с какой отдачей Ирина Петровна работает. Уверен, что и опыт, и человеческие качества послужат реализацией той задачи и тем вызовам, которые стоят перед нашей командой. Мы желаем успеха Ирина Петровна и плодотворной работы новым руководителям. На прошедшую неделю мы утвердили перечень городских мер поддержки семьи мобилизованых. Была поставлена задача оперативно разработать порядок представления льгот семьи. Ряд мер начинают действовать с сегодняшнего дня. Я прошу доложить заместитель руководитель исполнительного комитета Гозель Рамзелену Сагитову о порядке представления мер поддержки семьи мобилизованых. По вашему поручению, Сурейсович, был разработан порядок получения городских льгот для семей мобилизованных. Так, по линии образования с 10 октября и до конца этого учебного года дети мобилизованных граждан будут обеспечены двухразовым бесплатным питанием в школе. Для получения льготы законным представителям ребенка необходимо обратиться в общеобразовательное учреждение с письменным заявлением на имя директора. На сегодня подано 341 такое обращение. Эта цифра не окончательная. Мы ждем заявления от остальных родителей. С 1 ноября дети из семей мобилизованных будут освобождены от абонентской платы и платы за питание в детских садах. Для получения данной льготы также необходимо обратиться в детский сад с письменным заявлением на имя заведующего. Государственные и муниципальные учреждения культуры города Казани предоставляют льготы на бесплатные посещения мероприятий для детей мобилизованных казанцев до 18 лет. Благодаря поддержке Министерства культуры Республики Татарстан бесплатные посещения будут не только в муниципальных, но и в республиканских государственных музеях, театрах, концертных залах. Эта льгота будет предоставляться по предъявлению пластиковой серийной карты возможности Батыр. Льгота распространяется на посещение ребенком учреждения культуры в сопровождении одного взрослого. Для получения пластиковой карты Батыр родителям необходимо с паспортом, свидетельством о рождении ребенка и справкой о мобилизации из военкомата при наличии обратиться в администрацию района по месту прописки. Для получения билетов на концерты, кинопоказы, спектакли, лекции и прочие мероприятия, на которых предусмотрена рассадка по местам, необходимо обращаться заранее. Минимум за пять календарных дней до запланированного события нужно прийти в кассу учреждений с картой Батыр и получить билет. Консультацию по билетам, а также по возрастному ценству, что важно мероприятие, можно получить по номеру телефона конкретного концертного зала, цирка, культурного центра или театра. Учреждения, где не предусмотрена рассадка по местам, казанский зооботсад, музеи, включая филиалы, можно посещать без предварительного бронирования. Льготу представляет сорт городских учреждений культуры. Со всем перечнем можно будет ознакомиться на официальном портале мэрии Казани kzn.ru. Льгота на бесплатное посещение детьми до 18 лет муниципальных объектов спорта города Казани также предоставляется при предъявлении карты Батыра. Всего можно получить 32 услуги 20 спортивных учреждений, которые включают посещение легкоатлетических манежей, бассейнов, тренажерных залов и т.д. С началом открытия сезона по массовому катанию в закрытых ледовых дворцах также будут предоставлены услуги по бесплатному посещению. Подробная информация о спортивных объектах, расписании и видах предоставляемых услуг размещена на официальном сайте kzn.ru. Добавлю, что при себе необходимо иметь медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятия определенным видом спорта, а в случае посещения бассейна детям до 12 лет справку о результатах паразитологического обследования. В учреждениях молодежной политики также ведется работа по поддержке семей мобилизованных казанцев. Объединение подростковых клубов подросток объявляет дополнительный набор в кружке и секции. Запись по телефону 8 800 707 95 47 293 80 27. Посещение будет бесплатным. Казанский молодежный центр имени Гайдара предоставляет занятия в кружках в студиях по различным творческим направлениям. Организована рассылка сообщений о мероприятиях, которые проводятся в молодежном центре с приглашением поучаствовать. Запись в кружке будет производиться на ресепшенах в специально обозначенном журнале и в группе ВКонтакте с названием обсуждения «Штаб Батыр». В рамках поддержки семей мобилизованных в период осенних каникул в муниципальных лагерях города Казани будут организованы смены для детей от 7 до 17 лет. Для казанских детей путевки будут бесплатными. Город оплатит все расходы. Нуждающиеся семьи сегодняшнего дня могут зайти на сайт центра UAL, UAL-KZN.ru, заполнить заявку. И после проверки данных ребенок будет направлен в лагерь. Можно прийти в центр UAL по адресу 25 октября 13-6 или позвонить по телефону 590-24-82-297-36-02 и получить всю информацию об условиях отдыха. Также информация будет размещена на официальном сайте KZN.ru. Остановлюсь подробнее на оказании психологической помощи. Как мы уже сообщали, семьи мобилизованных могут получить бесплатную психологическую помощь при обращении на телефон Центра психолого-педагогической помощи «Доверие» по номеру 277-0000. Психологи на линии принимают звонки в круглосуточном режиме. В очном формате психологическую помощь можно получить с 9 до 17, 30, пока в 5 подразделениях Центра доверия. По следующим адресам. Московский район Кулахметова, 21, Кировский район Степана Халтурына, 16, Советский район 8 марта, 4, Авиастроительный район Годовиково, 14, Подъезд 2, Вахитовский район Салимжаново, 14. Можно записаться на занятия с элементами телесно-ориентированной терапии на снижение стресса. Запись организована через группу ВКонтакте, ВКонтакте, КЗН, доверие. По вашему поручению, Ильсу Раисович, создан фонд помощи семьям мобилизованных. Он организован на базе Доброй Казани. Все желающие могут перечислять средства, а также оказывать конкретную поддержку. Из этого фонда мы будем выделять средства для адресной помощи семьям. Это оплата лекарств, неплановые медицинские обследования, покупки вещей для детей и другие расходы. С 1 октября работает горячая линия 558-74-18. Общегородской телефон помощи на базе Доброй Казани. На этот номер могут позвонить родственники мобилизованных, получить информационную поддержку. И они активно это делают. На сегодняшний день горячая линия Доброй Казани приняла 367 обращений, из которых отработаны 302. Оказано 27 психологической консультаций, взятой под тронаж 18 семей, нуждающихся в волонтерской помощи. Напомню, что объявлен набор социальных волонтеров для помощи семьям мобилизованных. Все желающие могут обратиться по телефону горячей линии 558-74-18 или насеченного 5 в офис Доброй Казани. На данный момент в колл-центре Доброй Казани работают 4 линии с 9 до 21 часа. Одна линия резервная остается с 9 вечера до 9 утра. Сейчас уже сформированы основные ответы. Остаются незакрытыми вопросы по оказанию помощи в районах республики. Важный момент. Семьи мобилизованных берутся на активный патронаж медицинской службы города Казани. И вопросы о медицинском обеспечении членов этих семей решаются в приоритетном порядке. Уважаемый Ильстор Раисович, уважаемые коллеги, работа по поддержке семей мобилизованных продолжается. Изучаем каждое обращение, стараемся учитывать каждое пожелание. Ильдар Цизин, сегодняшний день дети из семей мобилизованных имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, как организованную выдачную транспортную карту. Бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте для детей мобилизованных предоставляется с сегодняшнего дня по транспортным картам. Данные электронные проездные билеты предоставляют право совершения проезда на всех видах городского пассажирского транспорта для детей в возрасте с 8 до 18 лет включительно. Напомню, что для детей в возрасте до 7 лет проезд в общественном транспорте бесплатный был и до этого. Действие электронного проездного билета не распространяется на междугородние автобусные маршруты. Для получения электронного проездного билета необходимо обратиться в общеобразовательное учреждение и подать заявление. Электронный проездной билет предоставляется на основании документов, подтверждающих родство с гражданами Российской Федерации, мобилизованных вооруженные силы, по заявлению родителей или законных представителей. Транспортные карты выдаются в общеобразовательные учреждения. На текущий момент более 300 таких карт уже изготовлены и завершается их выдача. Во всех предприятиях городского пассажирского транспорта проведены дополнительные инструктажи с водительским и кондукторским составом. Завершающее предложение очень важно, потому что сбои по спискам могут быть какие-то. Максимальное человеческое отношение должно быть всех. Бассейны ли это, подростковые ли клубы, какие-то наши дополнительные внешкольные занятия и общественный транспорт. Пожалуйста, если ребенок говорит, на данном этапе пока недели еще вам нужно для того, чтобы точно полностью раздать, пожалуйста, чтобы было чуткое и внимательное отношение, никакой бюрократии. Сложный период переживают семьи, женщины, чьи мужья отправились на спецоперацию. Безусловно, их дети. И наша задача сейчас всех их поддержать, быть на постоянной связи с ними, о чем мы с вами договорились. Если возникнут понимания, что мы упустили в перечне мер, поддержки что-то обязательно дополним. Одином словом, должна быть живая, системная, постоянная работа, коллеги. Я вас всех призываю к этому и прошу чутко и внимательно к этому отнестись. Перейдем к хозяйственной повестке. На этой неделе переходим на зимнее содержание дорог. Об организации работ по текущему содержанию уличной дорожной сети в зимний период доложит заместитель руководителя исполнительного комитета Куляжев Игорь Владимирович. Зимний режим для дорожных служб города Казани начинается 15 октября и продлится 182 дня с завершением 15 апреля 2023 года. С момента начала зимнего сезона диспетчерский служб подрядных предприятий переводится на круглосуточный режим работы. Также организуется постоянное дежурство необходимого количества техники. На сегодня площадь убираемых дорог города составляет около 22 миллионов квадратных метров, из которых почти 4 миллиона квадратных метров – это тротуары. Вся территория распределена между четырьмя заказчиками работы, а именно администрациями районов. За последние пять лет площадь убираемых дорог увеличилась на 1,5 миллиона квадратных метров или на 8% в связи с реконструкцией и строительством новых участков дорог. Содержание дорог осуществляют 4 генподрядные организации, имеющие договорные обязательства до конца этого года. Исполнители на 2023 год будут определены по результатам конкурсных процедур в декабре. Парк зимней уборочной техники в городе насчитывает 549 единиц, в том числе для операции первой очереди – это обработка дорог противоголоведным материалом 261 единица. На сегодня к работам в зимних условиях подготовлено 428 единиц или 78% от общего количества. Оставшиеся части – это машины, которые задействованы на посадке зеленых насаждений, мойке и очистке дорог. Полное переоборудование техники будет зависеть от погодных условий. Благодаря вашей помощи, Ильсу Раисовичу, и поддержке президента Республики Торстан Рустаму Рогалевичу Мениханову, в этом году за счет средств республиканского бюджета мы смогли усилить техническое оснащение городских предприятий. Для нужд МУПов было приобретено 53 единицы техники – это 4 роторных снегочистителя и 49 комплексных дорожных машин на базе КАМАЗ для круглогодичной работы. Также за счет средств бюджета Республики Торстан осуществляется капитальный ремонт комбинированных дорожных машин «Бошинг», имеющих износ более 80%. В настоящее время отремонтировано 38 единиц, до конца года планируется получить еще 13 единиц отремонтированных машин. В случае резкого ухудшения погодных условий и наступления снегопадов в рамках оперативного плана «Буран» мы сможем в короткий срок увеличить количество техники до 1000 единиц. В этот переходный период особое внимание необходимо уделять пешеходным маршрутам, которые регулярно используются жителями. Специалисты отслеживают состояние подходов к станции метро, дорожек, остановкам, тротуаров, возле образовательных учреждений и путей к социально значимым объектам. В конце сентября была организована промежуточная проверка состояния готовности предприятий к работе в зимний период. На сегодня откорректированы маршрутные карты работы уборочной техники, проведены подробные инструктажи водителей и механизаторов. Штат водителей и механизаторов укомплектован для зимней техники на работу в полторы смены. Ожидается, что часть водителей, задействованных в строительстве городских и республиканских объектов по окончании строительного сезона, перейдет на работу в предприятии благоустройства. К началу ноября мы рассчитываем обеспечить работу двух полноценных смен. Важной частью зимнего содержания является противогололедная обработка. Она будет осуществляться с использованием двухфазного реагента и песко-соляной смеси. На сегодня смесь заготовлена в количестве 59 тысяч тонн. Реагент имеется в объеме 11,3 тысяч тонн. Планируется закупить еще 6,5 тысяч тонн. Общая площадь обработки реагентов составляет 12 миллионов квадратных метров. Это основные магистрали дорог с высокой интенсивностью движения, наличие маршрутов общественного транспорта и мостовыми сооружениями. С учетом опыта прошлого сезона будет использоваться комбинированный метод противогололедной обработки. При температуре до минус 15 градусов применяется двухфазный реагент. Когда температура опускается ниже, мы используем твердый реагент. Все приобретаемые материалы безопасны. Это подтверждается заключениями государственной экологической экспертизы. Завершается подготовка семи снегоплавильных пунктов с суммарной производительностью 15 600 кубических метров в сутки. При средних снегопадах этого достаточно, чтобы полностью утилизировать снег с казанских дорог. На случай реализации планов «Буран» или сверхнормативных снегопадов дополнительно согласуется 10 мест временного складирования снега. Как и в прошлом году, мы планируем использовать систему онлайн-мониторинга работы дорожной техники. В тестовом режиме на снегоплавильных пунктах по улице Тульская и Воровского будет установлена система, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать объем завозимого снега на утилизацию. Тестирование будет проводиться с 15 октября до конца текущего года. Также на территории Вахитовского и Приворского районов планируется испытать систему автоматизированного контроля доступа на снегоплавильные пункты. При помощи специальных методов на транспорте она сама сможет определить, находится ли транспортное средство в нужном списке и открывать ему шлагбаум. Система позволит производить автоматическую фиксацию времени въезда и выезда, наименование организации, номера и тоннажа машины. Программа упорядочит как работу предприятий, осуществляющих вывоз снега, так и самих снегоплавильных пунктов. По результатам тестирования станет понятно, насколько применима подобная система в наших условиях. В заключении хочется напомнить, что прошедший зимой в Казани выпал осадков на 78% больше нормы. Это стало своеобразным вызовом и испытанием для наших дорожных служб. Вместе с ним мы увидели, какие проблемы есть в работе, и в этом сезоне, с учетом замечаний, постараемся сделать все, чтобы настроить процессы более эффективно. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Наличие спецтехники и состояние подвижного состава – это ключевая часть в комплексе уборки города. В этом году, благодаря поддержке нашего президента Республики Рустам Магалевича Миниханова, правительства, мы приобрели 53 новые единицы техники. Это роторные снегоуборщики и КДМ. Также более полусотни капитально отремонтированы. Это серьезное подспорье в нашей работе. Но, к сожалению, сохраняется нехватка водителей, которую нужно решать в текущем режиме. Ну и прирастаем уличной дорожной сетью, как сказал Игорь Владимирович, полтора миллиона квадратных метров – это плюс. И в целом развитие дорожной сети – это безусловный плюс для города. Но, к сожалению, финансирование на содержание и благоустройство запаздывает от развития самой уличной дорожной сети. Пробуем повысить эффективность нашей работы уборки благодаря внедрению новых технологий. Как сказал Игорь Владимирович, протестируем автоматизированную систему контроля качества работ. Но основная работа по контролю уважаемых главы районов за вами, а также Комитетом внешнего благоустройства города. Основной, ну и в завершение необходимо продолжить, Игорь Владимирович, держать на пульсе, изучать новые решения, которые появляются в других городах, новые практики с тем, чтобы содержание уличной дорожной сети соответствовало высокому уровню столицы. Перейдем к вопросам контроля охраны труда. Эти вопросы указывает Координационный совет по охране труда Казани. Заместитель руководителя исполнительного комитета Эльдар Цейдзянч Шакиров доложит о работе совета. Координационный совет по охране труда исполнительного комитета города Казани уже 9 лет ведет работу по профилактике производственного травматизма и обеспечению безопасных условиях труда на предприятиях города. При проведении выездных советов заседания Совет рассматривает охрану труда как целую систему, которая неразрывно связана с процессом трудовой деятельности и напрямую сопряжена со здоровьем и жизнью работников. Одним из направлений работы является участие представителей исполнительного комитета в расследовании несчастных случаев. За 9 месяцев текущего года в исполнительный комитет поступило 53 уведомления о несчастных случаях. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Половина несчастных случаев признаны непроизводственными, так как произошли в результате резкого ухудшения состояния работника на фоне общего заболевания. Работодателям со всей серьезностью стоит относиться к проведению медицинских осмотров, диспансеризации, а также мотивировать и стимулировать сотрудников к занятию собственным здоровьем. И такие примеры есть. К примеру, во многих крупных и средних предприятиях города функционируют собственные медицинские службы, осуществляющие мониторинг здоровья своих сотрудников. Работников направляют на санаторно-курортное лечение, а также компенсируют им средства за посещение спортивных и тренажерных залов. Кстати, замечу, что у работодателя имеется возможность получения компенсации затрат на мероприятие по улучшению условий охраны труда за счет средств Фонда социального страхования. В ходе расследований 27 несчастных случаев были произнены надпроизводственными. Из них 20 с тяжелыми последствиями, 6 со смертельным исходом и 1 групповой случай. Здесь стоит отметить тенденцию снижения количества несчастных случаев, связанных с производством. Годом ранее их было зафиксировано 31. Если проанализировать сферы, в которых произошли несчастные случаи, связанные с производством, то картина выглядит следующим образом. Наибольшее количество несчастных случаев произошло на производстве, далее это строительство и дорожно-транспортные происшествия. Также, если сравнить данные по количеству смертей за аналогичный период прошлого года, то по итогам 9 месяцев текущего года их количество сократилось в 2 раза, с 12 до 6. Еще одним направлением работы Координационного совета по охране труда для обеспечения безопасных условий труда в городе является проведение заседаний, куда приглашаются руководители организаций. Так, за 9 месяцев текущего года Курсоветом проведено 33 заседания территориальных комиссий и заслужено 256 руководителей. В первую очередь, это организации, допустившие несчастные случаи. За аналогичный период прошлого года было проведено 17 теркомиссий, охвачена проверка деятельности 167 организаций. В связи со снятием ковидных ограничений, которые действовали в 2020-2021 годах, в текущем году нам удалось нарастить проведение территориальных комиссий в очном формате. Одной из сфер, где традиционно высокие риски несчастных случаев, остается, к сожалению, строительство. Хотелось бы подробнее остановиться на том, какая работа проводится для улучшения условий охраны труда в данной сфере. Практика использования опросных листов для застройщиков, эффективно зарекомендовавших себя в ковидных условиях, была продолжена и в текущем году. Работа Курсовета была организована в два этапа. Сначала проверочные листы с вопросами, связанными с охраной труда, были направлены застройщикам. Застройщик является организатором строительного процесса и далее привлекает к работе подряд организации. Вопросники 24 вопроса. К ответам на поставленные вопросы должны прилагаться и подтверждающие документы. На втором этапе, по результатам оценки данных проверочных листов и представленных материалов, выявленных в зонах риска, были осуществлены выезды на строительные площадки для предупреждения нарушений. По итогам 9 месяцев текущего года было проведено 14 выездных заседаний на строительных площадках города. Использование двухэтапного подхода позволяет уже на первом этапе расставить приоритетные задачи Курсовета и понять, чему в текущем году необходимо уделить особое внимание при проведении выездов на стройплощадки. В этом году было охвачено 36 крупнейших застройщиков в Казани, под руководством которых ведут строительные работы на 67 строительных объектах более 200 подрядных организаций. С целью всестороннего и наиболее полного анализа допущенных нарушений на строительных объектах в состав Курсовета привлечены ведущие специалисты из Министерства строительства и архитектуры, Министерства труда, Федерации профсоюзов, саморегулированной организации строителей и, конечно же, представителей исполнительного комитета Казани. Участие разных специалистов позволяет по любому выявленному нарушению уже на строительном объекте дать объективную оценку возможностью его устранения. Наиболее типичные нарушения представлены на следующих слайдах. Так, на объекте ЖК «Уникум» по улице Новаторов нарушения начинались прямо со входа. Отсутствовала схема движения транспортных средств и пешеходов, которая должна быть обязательно при входе на строительный объект. Таким образом, уже при въезде или входе на стройку работники и водители грузовых автомобилей не знают правильный путь движения на объекте, что создает угрозу при движении в зонах повышенной опасности. На этом же строительном объекте комиссия Курсовета зафиксирована, что работники, которые осуществляют работу на высоте, не имеют средств индивидуальной защиты, то есть они не пристегнуты страховочными тросами. Кроме этого, в работе строительных подвижных механизмов на высоте зафиксировано, что установка строительных люлек осуществлялась неустройчиво на козырьках подъездов и балконов. Впоследствии все эти замечания были устранены. Следующий пример. Лещные площадки не имели ограждения, а это наиболее частая причина травм в результате падения с высоты. Кроме того, на строительном объекте подключение электросетей напряжения было осуществлено с многочисленными нарушениями, создающими угрозу жизни работников. По итогам заключения комиссии, все электрические соединения, выполненные непрофессиональными электриками, были установлены согласно требованиям энергобезопасности на объекте. Отдельное внимание при работе комиссии уделяется выносным площадкам, которые осуществляют прием тяжелых грузов. Одно из главных и самых опасных нарушений – это их монтаж на телекоптическую стойку, которая фактически предназначена для других целей в строительстве. А про использование противовесов при монтаже площадок специалисты по охране труда зачастую ничего не знают. Кроме этого, при работе с выносными площадками организация должна удостовериться в ее безопасности посредством представленных на нее документов, актов приемов в эксплуатации, измеряемых по осям, инженерный расчет грузов и противовесов и паспорт на площадку. В жилом комплексе времена года при организации строительных работ не была сформирована должным образом система охраны труда. Отсюда нарушения, способные привести к необратимым последствиям. Отсутствовали ограждения на лестничных и межэтажных перекрытиях. В работе кранов применялись поврежденные ветхие стропы. Также использовались самодельные, не приспособленные для таких целей погрузочные тары, изготовленные из подручных материалов. Кроме этого, опасность для работников на данном объекте имелась из-за отсутствия ограждений при работе на высоте. Все нарушения на объекте также были устранены. При проведении строительных работ в жилом доме Шаляпин рабочими было установлено электрическое освещение с нарушением правил, а также отсутствовали ограждения в шахту лифта, что при славном дневном освещении могло привести к падению в шахту. На строительном объекте ЖК «Ракета» по Ольц-Космонавтов у самого ответственного сотрудника по охране труда не было до конца пройдено обучение. Как следствие, ряд ошибок в работе объекта, которые впоследствии были исправлены. В том числе представлены документы об аттестации по охране труда должностного сотрудника. Также на данном объекте не были проведены должным образом инструктажи безопасности. В работе отсутствовали документы, необходимые для полноценного использования системы охраны труда. В работе использовалась тара, подлежащая утилизации, погрузочная тара. Кроме этого, в работе на объекте использовались навесные люльки, работа в которых строительными производилась без страховочных поясов, территория под люльками не ограждалась. В процессе работы членов Координационного совета данные нарушения были устроены. Полное пренебрежение правил элементарной безопасности было зафиксировано и на строительном объекте ЖК по улице Проточная. Строительные материалы скороделаны повсеместным и небезопасным образом, в том числе на балконах, под которыми работают сотрудники. Входы на строительный объект выполнены также опасно. По краям данного входа расположены строительные материалы, камни и арматура. Другими словами, одно неловкое движение и статистика производственного травматизма может быть пополнена. На строительном объекте ЖК станции «Юбилейная» работы проводились с нарушениями уже на уровне котлована. Существовала опасность осыпания его стенок, отсутствовали ограждения, строительная техника осуществляла работу у самого оврага котлована. Данное замечание было устроено посредством изменения угла наклона работы и установкой стенок, предотвращающих осыпание грунта. Также вдоль самого котлована были установлены ограждения, предотвращающие падение спецтехники. Резюмируя вышесказанное, по всем выявленным нарушениям застройщиками были направлены решения Курс Совета об их устранении в 10-дневный срок. Данные нарушения были устроены, что подтверждается официальными ответами с приложением всех подтверждающих документов и фотографий. Также хочется отметить, что в случае неустранения выявленных нарушений, материалы направляются в прокуратуру и Государственную инспекцию по безопасности труда для принятия соответствующих мер. В этом году применение данных мер не потребовалось, чему способствовало адекватное отношение самих застройщиков и подрядчиков, которые оперативно реагировали и устраняли сами заинтересовано замечания. С учетом современного развития техники и технологии в ведении работ в сферах строительства и производства, в текущем году мы расширили охват системы мониторинга, делая акцент на наиболее травмоопасных отраслях, таких как строительные объекты и промышленные предприятия, а также смежных сфер ремонта и реконструкции. Так, серьезная работа по усилению охраны труда в текущем году была проведена со специалистами службы охраны труда и должностными сотрудниками Казанского авиационного завода имени Горбунова, Казанского вертолетного завода, Казанского моторостроительного производственного объединения. По результатам рабочих встреч были усиленные меры профилактики производственного травматизма, такие как проведение внепланового инструктажа с работниками, анализ локально-нормативных актов и правил внутреннего трудового распорядка, обеспечение работников соответствующими средствами индивидуальной защиты, ознакомление их с обстоятельствами и причинами несчастных случаев проведения специальной оценки условий труда на рабочем месте. Также замечу, что рабочая группа Курсовета продолжает работу по обеспечению безопасных условий труда в планах провести выезды на объекты, в которых осуществляется капитальный ремонт. Планируется посетить объекты капремонта многоквартирных домов в разных районах города. В завершении своего выступления также отмечу, что трудно исключить полностью взаимодействие всех неблагоприятных факторов на производстве или строительстве. Даже там, где применяются передовые технологии, новейшие оборудования, строго соблюдаются нормы и требования по охране труда. Но специалисты Курсовета стараются охватить как можно больше всех негативных факторов с целью сохранения жизни и здоровья работников. Благодарю за внимание. 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 стать местом притяжения для жителей. Как в это вовлечь молодежь и помочь креативному бизнесу? С учетом нашего стремления к созданию полицентричного города, какую роль могут взять на себя эти невостребованные или недостаточно востребованные в данное время территории? Ведь не секрет, что они располагаются в теле города, чаще в так называемом ржавом или сером поясе, и полностью обеспечены транспортной и инженерной инфраструктурой. Важная аналитика по выявлению потенциала депрессивных территорий уже ведется в Институте развития города, но диалоги помогают посмотреть на эту тему более широко, обсудить с архитекторами, инвесторами и застройщиками, как эффективнее работать с такими территориями. В основном в блоге на позаданной теме выступило 19 спикеров со всей России, представителей известных бюро и компаний, такие как Любовь Леонтьева, Георгий Тюгаев, Яна Голубева, Ян Ермощук и другие. Параллельно в дополнительном зале совместно с Институтом развития города Ильдаром Саидзяновичем Шакировым, Ниязом Фанисовичем Усмановым прошло совещание с застройщиками и собственниками промышленных территорий, где обсудили текущие проекты, выявили основные проблемы. Мы продолжим эти консультации уже в рабочем формате. Второй день был посвящен двум темам – реновации рынков и искусства в городе. На сегодняшний день в Казани более 20 рынков, и состояние многих из них не удовлетворяет требованиям современного города. В рамках заданной темы состоялся обзор рыночных площадок, рассмотрен опыт успешной адаптации рыночных простран под современные потребности города. Преобразование рынков в гастрорынке может повысить их привлекательность и востребованность, в том числе и в вечернее время. Кроме того, мы хотим сохранить уже привычную атмосферу торговли с огородов и предоставить возможность жителям прилегающих районов реализовывать продукцию, сделанную своими руками. По сути, рынок может стать местом легализации самозанятых. Опять же, возвращаясь к теме полицентричности, рынки могли бы стать небольшими подцентрами районов, где можно не только приобрести продукты питания и перекусить, но и приятно провести время, пообщаться с друзьями, посетить мастер-классы, послушать музыку или провести детское мероприятие. По теме реновации рынков наряду с интереснейшими спикерами выступила Ирина Болотова, эксперт в разработке стратегии брендинга и дизайна торговых предприятий, с лекцией о проектировании рынков с учетом актуальной ситуации и о международном и российском опыте. В основном в зале ввелся диалог о роли искусства в городе. Говорили о том, какие пространства должны появиться в городе, чтобы художникам, скульпторам, дизайнерам, музыкантам, представителям арт-индустрии было комфортно работать. Не секрет, что многие мастерские художников сейчас находятся в подвалах, некоторые работают на дачах, а подобные работы требуют большого и светлого пространства. Кроме того, их произведения мало кто видит, хотя даже сам процесс созидания крайне интересен и несет вдохновляющую функцию, в том числе для подрастающего поколения. Необходимо их вытащить из подвалов, разместить мастерские в единых производственно-высточных пространствах. Такие арт-кластеры могли бы стать местом притяжения проживающих рядом жителей, местом обучения для детей и молодежи. Большое внимание на диалогах уделили и уровню арт-пространств и арт-объектов в городе. Не секрет, что сейчас в Казани не так много арт-объектов городского масштаба. Сейчас в рамках Института развития города ведется работа по формированию системы арт-пространств и мест в размещении арт-объектов в увязке с уличным пространством и системой площадей. Арт-объекты делают городские территории заметно популярнее. Благодаря им происходит преображение малопривлекательных районов, увеличение среднего чека, увеличение потока туристов и развитие малого бизнеса. Более того, арт-объекты – это способ эмоционального выражения мастера, сотворившего его, способ показать себя миру, сама выразиться. Спикеры на примере реальных объектов объяснили, в каких случаях стоит применять композиционный, смысловой или комплексный подход к определению арт-объектов. В лекции выступило 17 спикеров, в их числе художник и архитектор Татан Кузенбаев, Юлия Бычкова, Сабина Чагина и другие. По многочисленным просьбам во второй день мероприятия Кристина Булатова, руководитель юридической фирмы «Дело», выступила с лекцией о защите авторских прав в работе архитекторов. Выступление вызвало активную дискуссию, было задано много вопросов. Мы обязательно пригласим Кристину выступить еще раз на зимние встречи. Как и на летних диалогах, любой желающий в рамках мероприятия имел возможность зафиксировать свои вопросы и проблемы на карте города. Также в рамках мероприятия прошло совещание с представителями кирпичных заводов Татарстана, где были рассмотрены мировые тренды в производстве кирпичной продукции, выявлены сильные стороны каждого завода и намечены направления возможного развития, чтобы стать конкурентоспособным относительно других регионов. Кстати, на фотографиях уже продукция заводов Татарстана. Призываю архитекторов активно участвовать в разработке новых коллекций не только в кирпичном деле, но и по всей сетке фасадных материалов. Подсказывать заводам, какая форма, фактура, цвет сейчас наиболее востребованы. Также 23 сентября состоялось мероприятие Национальной гильдии градостроителей. В регионе и городе существует большая потребность в специалистах по градостроительству и территориальному планированию. Поэтому замечательно, что 13-я школа градостроителей прошла в этом году в Казани. Были и обучающие семинары, и обсуждения горячих тем. Важно, что на мероприятии наряду с маститыми специалистами присутствовали и студенты, и молодые специалисты из КГСУ и Института развития города. У неравнодушной градостроительной тематики молодежи была возможность из первых уст услышать информацию по актуальным темам и задать вопросы. 24 сентября гильдия посетила КГСУ, ознакомилась с пространствами для практических занятий. Итоги этих диалогов лягут в основу тем, которые мы будем обсуждать на форуме Казаныш. Все лекции будут выложены на сайте диалоги.кзн.ру. Спасибо за внимание. Спасибо. Очень важно такие форумы проводить. Очень важно, что вы привлекаете экспертов не только с республики, но и за пределами. Слышите новые мысли, новые идеи. Подключаете и маститов, мастеров архитектуры, и нашу молодую поросль Андрей Николаевич. Тоже участие надо в этом принимать во всем. Приглашайте. И в том числе сидящих в зале руководителей. Для нас и для всех это будет полезно. Коллеги, на этом вопросы завершены. Всем удачной рабочей недели, благополучной недели. Берегите себя.